Манук Манукян Манук, скажи, что для тебя твоя футбольная команда? В 2015 году я провел с ребятами очень много времени. Мы сыграли примерно около 100 игр. И, наверное, это уже семья. Скажи, а как футболисты проводят свободное время и каникулы? Каникулы футболисты проводят на сборах. Мы были летом на сборах два раза в архиве Осиповки и в Динаморске. Ну а зимние сборы мы начинаем 5 января. Вы что делаете, ребят, 5 января? А мы тренируемся. Вот вы все о делах да о делах. А у меня такой вопрос. Манук, вот ты играешь, побеждаешь. Наверное, девчонок отбоя нет. Андрей, ты чуть ли не единственный парень на факультете журналистики. Ты спрашиваешь еще про отбоя девчонок? Андрей, ну что ты начинаешь? Какие еще турниры предстоит провести команде в этом году? В этом году нам остался только зимний чемпионат города по футболу. Но сейчас все ребята участвуют в кубке ректора среди факультетов. И каждый будет представлять свой родной факультет. Манук, у тебя были травмы? Ты знаешь, Света, у меня, наверное, единственная травма, это травма сердца. И она после того, как сегодня я пришел на факультет, в журналистике увидел такое количество девушек. Теперь скажи. Погодите, ребят, вот вы задаете все время свои вопросы. А можно я вас спрошу? Вы все можете показать в своей передаче? Само собой. И даже про котиков? Конечно, про каких хочешь котиков. А еще про доброту и ответственность. Кафе – это место, где можно не только вкусно покушать, но и место, где можно отдохнуть и просто приятно провести время. А если это можно сделать с пользой для окружающего мира, то это приятно вдвойне. Доброе дело может сделать каждый. Для этого достаточно, например, просто зайти в кота-кафе Терракот. Здесь все наоборот. Коты – жители этой территории, а люди – их гости. В уютном зале – настольные игры и фирменные угощения. Повсюду свободно передвигаются представители семейства кошачьих. Это был долгий умственный процесс, философский поиск своего места в жизни. Когда я уже дошла до того момента, чтобы открыть свое дело, я долго искала идеи. Но так получилось, что я была одновременно волонтером в Краснодоге, в местном приюте. И так постепенно родилась идея. Для нее это не только любимое дело и бизнес, но и возможность помочь приюту Краснодог. Все коты – его бывшие подопечные. Первое поступление, так скажем, котов было отобрано Краснодогом. Они знали их характеры, отбирались самые ласковые, спокойные, те, которые были самые ориентированные на человека. Здесь можно не только поиграть, но и найти настоящего усатого друга. Уже восемь котиков обрели свой дом. Чтобы забрать питомца домой, достаточно лишь одного качества – любви к животным. Но могут возникнуть препятствия. А ты хотела бы его забрать домой себе? Я бы-то хотела, но если бы была возможность, я бы, конечно, забрала. Но просто сейчас живу на съемной квартире, поэтому обстоятельства мешают. Но если выдастся возможность, то я обязательно заберу котика домой. Переживать по поводу того, что животное доставит неудобства, не стоит. Все они привиты, приучены жить в домашних условиях и имеют паспорта. Сейчас старокот живут восемь постояльцев. Все они разные. Кот по кличке Гектор очень ленив. Он постоянно лежит в любимом гамаке и никому не позволяет занимать свое место. А Гера, наоборот, очень активная и не против, чтобы с ней поиграли. Кот Антон не покидает общество гостей. Ему настолько нравится спать на коленях, что мы не смогли его разбудить. Мне все коты нравятся, потому что я их очень люблю, но больше всего мне понравился... Я его назвала Чарли Чаплин, хотя его зовут Магнолия. Это она. Очень красивая кисуля и нежная. В Кота-кафе есть добрая традиция. Каждый может сделать рисунок или написать пожелание и повесить на стену. И тогда он обязательно вернется. Вернется, чтобы сделать доброе дело. Продолжение следует...